Добрый день! Это «Картина мира» и я Михаил Ковальчук. Вот не так давно президент выступил с посланием к федеральному собранию, в котором четко были сформулированы цели государства на ближайшее время и на некий отдаленный период. Это создание социально ориентированного государства. Это означает, что главный интерес государства перемещается на медицину, здравоохранение, социальную сферу. Вот об этом мы и поговорим сегодня. Сегодня в программе. Эволюция здравоохранения. Как отечественные врачи расширили возможности мировой медицины? Хирургия минимального вмешательства. Что повышает эффективность операций и комфортность лечения для пациента? Лучи выздоровления. Какие технологии помогают увидеть и уничтожить даже сложнейшие формы рака? У нас в гостях сегодня выдающийся российский хирург, главный онколог Москвы, директор Московского клинического научного центра хирургии имени Логинова. Ходьков Игорь Евгеньевич. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич. Игорь Евгеньевич профессор, член Российской академии. Не так давно был избран почетным членом Американской ассоциации хирургов. Там всего около 500 членов и меньше 100 почетных членов, то есть иностранных почетных членов. Вы вошли в число этих немногих людей. Ну, это вообще важная вещь признания уровня нашей российской медицины, с одной стороны. С другой стороны, это знаковая вещь для конкретного человека в данном случае для вас. Расскажите, как вы туда попали? Ну, насчет того, как попал, наверное, можно коротко ответить, что просто много работали. Дело в том, что любая подобного рода профессиональная ассоциация – это такой, на самом деле, закрытый или полузакрытый клуб. Чужие там не ходят. Тем более люди из другой страны. И поэтому попадание, вот так сказать, в число такого рода людей в такой закрытый клуб – это вещь неординарная. Это вот как, все, в российской академии наук. Там организовано это общество по аналогии, просто по сути. Там это такая выборная ситуация, когда тебе просто в силу каких-то причин, когда тебя там узнают за твоей работой и так далее, предлагают просто подать туда, ну, как представление, аппликейшн, и, по сути, резюме твоей деятельности. И его представляют, и потом члены ассоциации голосуют за или против. Там много хирургов разных специальностей представлены, это организации, которые больше 140 лет уже существуют, с 1880 года, и объединяет с хирургов разных специальностей. У нас есть Российское общество хирургов. Есть, оно есть. Конечно, да. Но оно так же, как, например, многие европейские, американские, мировые ассоциации, вот наше Российское общество хирургов, они устроены именно как такие профессиональные сообщества, куда можно вступить, ну, заплатив членские износы, поддерживать и членство. У меня вопрос такой, ведь на самом деле это что означает? Это означает, что вы делали какие-то уникальные операции, да, вот почему вас выбрали, почему американцы стали о вас знать? Так, если от истоков начинать, у нас с начала 90-х годов и в мире, и очень быстро в стране усилиями наших хирургов, вот первый был Юрий Осич Галлингер, который выполнил первую лапароскопическую холецистектомию у нас в стране. После этого лапароскопические операции стали все больше и больше распространяться в различные отрасли, в различные направления хирургии, в различные области хирургии. И онкология в этом плане была совершенно закономерно, наиболее консервативной, наиболее такой областью, которая с наименьшей скоростью принимала все вот эти новшества, потому что все-таки там все нужно делать очень аккуратно. Нам было интересно развиваться, и мы развивались по всем тем правилам, которые существовали в мире, да, вот в этом области, и, собственно, начали выполнять большого объема вмешательства, и то, где открыто принято было делать, мы делали лапароскопически. Поскольку набирался материал, количество случаев наших, опыт увеличился, мы подавали различные тезисы на конгрессы, начали постепенно приглашать с выступлениями, постепенно потом начали приглашать с операциями. Когда мы вот так начали заниматься уже, ну, пожалуй, в техническом отношении, одной из наиболее сложной области у хирургии – это хирургия поджелудочной железы. И даже на сегодняшний день достаточно мало центров занимается вот лапароскопической, именно малоинвазивной хирургии поджелудочной железы, печенью. Мы этим занимаемся много. И на сегодняшний день мы накопили такой большой материал, поскольку у нас это получилось. Сравнимый с мировыми клиниками, да? Сравнимый, да, просто он количественно превышает опыт всех центров европейских. Сейчас. Да, и на уровне там ведущих мировых находится. Американских, да? Да, поэтому к нам, собственно, приезжают и учиться, и нас приглашают и с лекциями, и с операциями. У нас такие нормальные паритеты и отношения. Ну, скажите, вот эту часть, вот той хирургии, которой вы занимаетесь, в данном случае, если более узко, то лапароскопия поджелудочной железы и печени, да, по сути. Ну, а если говорить шире, то это, на самом деле, некая лапароскопическая, абдоминальная хирургия, да, и не обязательно онкология. Вот в этой области мы, как наш уровень, он соответствует мировому, лучше его, лучше, чем где-то. Как вот это? Абсолютно идентично. Это зависит от клиники, от страны, там, от каких-то направлений, от университетов. Где-то чем-то более увлеченно занимаются, где-то меньше, да, и это такая, вот если касается роботической, лапароскопической хирургии в онкологии, все-таки, еще раз, сложная область, там нужна такая хорошая доказательная база, чтобы доказать, что это действительно лучше и улучшает течение заболевания, да, благоприятное. Поэтому этот опыт накапливается, как правило, такими специализированными центрами, и таких центров, чем сложнее хирургия, тем меньше. Тут тоже нельзя говорить, что мы занимаемся там лапароскопической хирургией. Мы занимаемся онкологией, хирургией, просто широко используя эти методы вот малоинвазивного доступа. Но у нас достаточно много центров, у нас сейчас это все развивается, у нас есть и онкоцентр, и институт хирургии Вишневского, есть онкологические центры в регионах, соответственно, опыт у хирургов большой. Поэтому я бы при той оснащенности, которая у нас на сегодняшний день есть в клиниках, и в Москве, и в региональных клиниках, при той мотивации хирурга, при той обученности, при той возможности коммуникаций, я думаю, что у нас действительно много профессиональных хирургов, врачей, онкологов, да, которые абсолютно интегрированы в такой вот мировой процесс на самом высоком уровне. Вы знаете, мы с вами должны начать сами на себя смотреть совсем по-другому. Дело в том, что, понимаете, нам очень долго объясняли, в частности в интернете, и много где, что у нас все плохо, у нас ничего нет, школ нет, образования нет, медицины нет, науки нет. А выясняется, что мы всегда были во многом первые, скажем так, в очень многих направлениях. Но о том, что у нас лучшее образование, это известно всему миру. То, что американцы, проиграв нам в 50-х, 60-х, 70-х годах и космос, и ядерное дело, и многие другие, копировали нашу систему образования, нашу систему организации науки и образования. И мы с вами должны понимать, что, посмотрите, ведь нас же приглашали всегда на работу, наших людей за нашими головами охотились, а не мы за их. Это очень важный вопрос. Наши люди, наши студенты, наши ученые всегда были на вес золота и ценились там с нашими творческими, так сказать, порывами, знаниями, навыками и так далее. И вот мы сейчас стали сосредотачиваться внутри своей страны. Посмотрите, что произошло. Государство провело реализацию ряда национальных проектов. Один из них был «Здоровье». И по этому проекту были оснащены клиники, и причем по всей стране, в любой области из 85 субъектов России в каждом есть клиники. И вы об этом сказали. И в этом смысле это дало возможность сразу подняться большому количеству людей, врачей, доступ к суперсовременным методам. Он сразу породил и людей, которые стали этим интересоваться. Так ли? Абсолютно правильно. Я вот заканчивал университет в 90-е, попав сразу же. И мы такой просто тотальный отток талантливых людей наблюдали из медицины, просто в совершенно непрофильной области. Программа модернизации здравоохранения, которая в 10-е годы прошла, которая оснастила не только клиники хирургические, уже у нас много диагностического появилось. Там и метрозвук, и эндоскопия, и КТ, и МРТ. И это, конечно, позволило доступность увеличить помощь. Конечно, в медицине всегда точно совершенно есть над чем работать. Это точно совершенно. Там идеалы достичь, я думаю, что вообще невозможно никогда. И биологическая система. Да, и биологическая система. И биологическая с задействованием там и психологии, и эмоциональной какой-то. Но то, что сделано, огромные усилия, это совершенно точно. Крайне важным является, что вот эта инфраструктура, она позволяет заинтересовывать, мотивировать молодых людей. Сейчас они приходят, у них есть все современные средства, конференции, слушают. Как любые операции в режиме телемедицины. Они просто знают технологии, а потом приходят на рабочее место и понимают, что они их могут применять и в этом работать. Поэтому это, безусловно, крайне важный фактор, который позволяет самые главные кадры привлекать в медицину. И у нас сейчас есть примеры. Вот у нас в институте мы создаем, у нас такой многопрофильный институт. Там не только экология, хирургия у нас, и все терапевтические профили. Мы там делаем и фундаментальную медицину, лабораторию сейчас развиваем очень активно, персонализированные медицины с генетическими исследованиями, с медикогенетическим консультированием. У нас есть запросы от молодых людей, которые учились где-то на Западе, но сейчас у них планы работать у нас. И привлекает именно инфраструктуру. Ну, очевидно, да. Возможность реализации своих. И наука тоже самое. Мы когда создали, так сказать, вот Центр природоподобных, технологии, подтянули всю инфраструктуру уникальную, сразу люди подтянули. Особенно в молодости значительно важнее доступ к каким-то уникальным вещам, даже более важен, чем деньги, квартиры и так далее. Вот что произошло с медициной вообще? И почему вот это произошло? Ну, наверное, это просто закономерное какое-то развитие. Произошел такой качественный переход на новый уровень за счет прихода технологий совершенно других. Они пришли и в хирургию, и в терапию, и в диагностику. Диагностику, в первую очередь. И исходят они многие из фундаментальных каких-то исследований. И в этом плане медицина – сосредоточение многих наук. Тут есть и физика, и химия, и биология, и биомедицина. И она как приоритетное такое направление, от которой может просто отпочковываться даже какие-то потом решения, переходить в другие отрасли, или приходить в медицину из других отраслей. Как сосредоточение такой усилий очень многих ученых. Вот это прошло там в хирургии, например, это проявилось, в той же самой лапароскопической хирургии. Это же долго зрело, потому что первую операцию, на самом деле, лапароскопическую, профессор Отт, 1900… Сейчас боюсь спутать, то ли втором, то ли девятом году. В Петербурге. Институт окушерства и гинекологии, это вот около университета, да. Это была первая вентроскопия. Ну, то есть исследование внутренности. А, вентроскопия, понятно, да. То есть мы стояли у истоков. А потом, когда пришли технологии, это произошел взрыв, да. Это уже было не так давно. Да, с начала 90-х годов это просто взорвалось и стало распространяться во все области. Также туда пришла и новая электрохирургия, новые сшивающие аппараты. Сшивающие аппараты, кстати, были изобретены тоже нашим российскими учеными, вот там профессор Гудов. В СССР это все было сделано после войны. И, кстати, я как-то слышал один из докладов на международной конференции «Американца», такой программный доклад там по технологиям, и он прошивающий аппарат. И, наверное, половину доклада говорил о приоритете ученых из СССР еще тогда. Музей истории отечественной медицины в университете имени Пирогова в Москве. Здесь воссоздано рабочее место врачей позапрошлого века, которых называли «земскими». Это были универсальные специалисты, работавшие, как правило, в сельской местности, а их опыт позже нашел отражение в системе участковых терапевтов. В своей работе они смело могли опираться на достижение выдающегося современника, основоположника научно-практической хирургии Николая Пирогова. Например, еще в 1847 году он впервые в мире применил наркоз в полевых условиях, в районе военных действий. С чего начинается помощь больным и раненым войнам? Это страдания, правда? Как облечить страдания? Ведь здесь вклад Пирогова очень велик, потому что здесь именно Пирогова принадлежит заслуга в оказании обезболивания. К тому времени для подготовки врачей такого уровня уже почти 100 лет действовало одно из старейших учебных заведений России, ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. В конце 19 века был построен его клинический городок на Девичьем поле в Москве, и он полностью соответствовал научно-техническому уровню своей эпохи. Были внедрены принципы асептики-антисептики. То есть это и оборудование специальное для стерилизации, это и правильная организация пространства медицинского, операционных. Как только появляется рентген, сразу же появляется рентгеновская остановка у наших клиник. Один из корпусов клинического городка теперь музей. Более 80 тысяч единиц хранения, посвященных основоположникам российской медицины, их открытиям и разработкам. Здесь же многотысячная коллекция уникальных инструментов и приборов, созданных отечественными врачами или произведенных на заводах нашей страны. Многие из них были востребованы не только у нас, но и за рубежом. Вот эти технологии, конечно, взорвали. То, что касается лекарственного лечения, ну, если взять там, например, онкологию, у нас же вот таргетная терапия, то есть лекарство подбирается конкретно под мишень, которая есть в опухоли, сейчас иммунотерапия. То есть это такие просто революционные изменения, которые позволяют иногда даже онкологических больных в самых запущенных стадиях или останавливать развитие опухоли, останавливая, соответственно, ее влияние отрицательного организма, либо в каких случаях допиваясь даже регрессии контроля полного над злокачественным процессом. Поэтому вот эти вот революционные вещи, конечно, они там двигают медицину, и они кардинальным образом изменили ее. Диагностические все возможности. Ультразвуковая, компьютерная томография, магнитоизонезная томография видят то, видят то, что на самом деле ни о чем не догадывались о существовании этого. Отсюда вывод сейчас. Требования к врачу очень повышенные. Врач должен, доктор должен реально понимать разницу между ВЭД-КТ, КТ и МРТ. Это вопросы образования, вопросы взаимодействия, вопросы обучения, причем оно таким должно быть постоянным, потому что все время что-то происходит. Технологические решения, там же они есть революционные, а есть такие улучшающие. Они улучшающие, происходят вообще в постоянном режиме. И, конечно, человеку надо ориентироваться, потому что он находит в том числе и под давлением этих технологических решений. Поэтому такие все общения в профессиональном сообществе крайне важны. Очень важны организационные аспекты, что нам, я считаю, точно совершенно помогло с минимально возможными потерями пройти и проходить пандемию, которая, собственно, не закончилась, да, она продолжается. Это организационное решение правильное, потому что на сегодняшний день организация процесса... Не менее важна, чем лечение. Не менее важна, чем абсолютно. Она сама по себе приводит к хорошим результатам и на уровне самого небольшого медицинского учреждения, и на уровне большого, и на уровне региона, и государства везде. Вот вы специалист, на самом деле, в лапароскопии. Почему, как возникла лапароскопия, что она собой представляет? И чем отличается лапароскопия? Или она с роботом, без робота? Ну, вот это чуть подробнее. Я никогда не забуду свои детские впечатления. Музей Пирогова в Тарту, и там такая восковая скульптура, как там ампутация. Он был блестящий совершенно герой, ампутатор. И там просто сидит пациент с Библией, со стаканом водки, как вы сказали, и с пилой над ним врач. Но потом понятно, что все идет в сторону меньшей травматизации, повышения. И в том числе, сейчас мы говорим о комфортности вообще лечения. Ну, все-таки хирургия начиналась от гнойных заболеваний. А гнойные заболевания – это такая абсолютно справедливая фраза, которая говорилась там, ну, не знаю, нашими учителями. Большой хирург – большой разрез. Понимаете, что большой разрез – большие страдания для пациента, и все. Зато хирургу удобнее, все видно. Хирургу удобнее, но все равно хотелось всего-то такого малоинвазивного. И поэтому, мне кажется, это просто тенденция, которая привела постепенно… Сначала осматривали глазом. Я вот помню, мы начинали, когда лапароскопические операции. Понятно, что вот этих стоек на сегодняшний день, когда изображение. Сегодня мы там оперируем в 3D, 4K. А когда-то мы начинали, это вот лапароскоп, который смотрел вот так один хирург, а второй… Ну, лапароскоп, давайте вот простую вещь обсудим. Вот как удаляют, например, желчный пузырь или аппендицит. Раньше разрезали, у человека потом оставался на всю жизнь шрам, там, кто зарастал десятилетиями. А как вот сейчас, как лапароскопы строят? То, что называется на сегодняшний день лапароскоп, ну, по сути, это трубка, на конце которой укреплена камера, и световода позволяют довести свет, источник света… Значит, вот одна трубка, делается один прокол. Прокол делается чем? Как? Ну, скальпель просто делается, там, 10-миллиметровый, 1-сантиметровый разрез. И в этот разрез вводится трубка. В этой трубке внутри камера, и световолокно – свет. То есть вы можете ее наружу, управляя ей, подсвечивать нужное место и видеть в камере. И видеть то, что там происходит. Это на большом экране, это видеть, как сейчас у вас и происходит, правильно? Так, это одна часть, одна дырочка, обязательно, но она к операции еще отношения не имеет. Это осмотр. Да, раньше ограничивались только осмотром, не было никаких возможностей для манипуляции. Вот этот осмотр, почему наш центр, например, называется Логинов, потому что Логинов – это академик, он был гипотолог-терапевт, но он был в советские времена первый, кто издал цветной атлас заболеваний печени. То есть он просто осматривал, фотографировал, да, и это было просто прорывом на тот момент. По мере совершенствования каких-то хирургических технологий стали внедрять в деятельность специальные инструменты. Это длинные инструменты лапароскопические, которые через специальные трубки, которые называются тракары, и там эти разрезики уже от 5 до 10 миллиметров делаются, они, как правило, разного диаметра. Устанавливаются вот эти инструменты в брюшную полость. Сколько таких инструментов? Ну, в зависимости от операции, для желчного пузыря обычно 4 точки. Значит, хирург анатомически понимает, где находится желчный пузырь, знает, смотрит, там, УЗИ, рентген, не знает, и дальше делает эти отверстия. Да, опять же, пока технологии не были развиты или не были распространены, делали вот, например, такие простые манипуляции на желчном пузыре в виде проколов. Мы делали даже вдвоем. Один хирург смотрел вот этот вот… Туда и говорил, левее, правее, еще не было экрана. Абсолютно правильно. Левее, правее, второй колол. Абсолютно точно. То есть это тяжелый, длинный путь, на самом деле. Конечно. Пройдет. Конечно. А сегодня у вас, может быть, экран вот огромный на всю стену. Сегодня это изображение выводится на экран, и качество изображения совершенствуется, ну, наверное, каждые 2-3 года. Что-то конкретно совершенно меняется. Московский клинический научный центр имени Логинова. Более 95% операций здесь проводят с помощью высокотехнологичных методов. Одним из самых распространенных стала лапароскопия. Через небольшие проколы врач вводит специальное хирургическое оборудование, в том числе телескопическую трубку лапароскопа, объединенную с миниатюрной 3D-видеокамерой. При лапароскопических операциях хирург лишен возможности тактильных ощущений с кончиков пальцев. Но данный недостаток компенсируется огромной разрешающей способностью камеры. То есть при лапароскопических операциях мы видим такие структуры, которые человеческий глаз воспринять невооруженно, не в силах. Увеличение при данных операциях практически 20-ти кратное. Операции с помощью лапароскопии сегодня проводят на легких и различных отделах желудочно-кишечного тракта, в том числе при лечении онкологических заболеваний. Такая хирургия требует постоянного повышения квалификации, обмена опытом и новыми знаниями с ведущими врачами в этой сфере, взаимных консультаций с лучшими клиниками мирового уровня. Специалисты Московского клинического научного центра активно участвуют в этой работе, проводят обучение региональных и зарубежных коллег, в том числе с помощью телемедицины. Еженедельно из операционных Московского клинического центра имени Логинова происходят трансляции на сайт лапароскопии РФ, где каждый желающий может зайти и посмотреть вживую, как выполняется та или иная операция. Сегодня подобные операции становятся роботизированными. По сути, врач проводит их дистанционно. Благодаря специальным джойстикам хирург распределяет все необходимые функции между многочисленными роборуками. Это четыре руки. В одной из этих рук располагается камера, которая устанавливается через специальный порт в брюшную полость. И существует ещё три дополнительных руки. С помощью двух врач непосредственно выполняет хирургическую операцию, и одна используется как рукопомощь и как ассистент. Главное преимущество лапароскопии – быстрая реабилитация. Ведь она фактически обеспечивает минимальное вмешательство в организм человека, то есть является малоинвазивной. В среднем уже через пять часов после операции пациенты самостоятельно встают с кровати и через считанные дни уезжают домой. Значит, у вас желчный пузырь, в котором камень. Он довольно большой, протяжённый, да? Вот вы, засунув лапароскоп, видите по цвету, в цвете видите, как всё. Теперь вам что надо сделать? Его надо, с одной стороны, отрезать. С другой стороны, эти камни надо вытащить через пятимиллиметровую дырочку, и весь пузырь. Два, третья. Потом надо зашить там, коагулировать, что-то делать. Ну вот расскажите, конкретно проведите операцию словесно, вот такую лапароскопическую удаление желчного пузыря. Для того, чтобы удалить, нужны коагуляционные инструменты. Вот это очень важно, это второй прорыв тоже, да? Совершенствование коагуляционных инструментов, которые позволяют, поскольку у нас же всё кровоснабжается. Сваривать. Да. Нам, соответственно, когда мы что бы то ни было удаляем, нам обязательно нужно останавливать даже меньшайшее кровотечение из самых малюсеньких сосудов. Для этого у нас есть ультразвуковая коагуляция, биполярная коагуляция. Что такое биполярная? Ну, это есть монополярная, есть биполярная. Это электричество. Монополяр – это когда разряд идёт между инструментом и пластиной, которая находится где-то в стороне от больного. Разность потенциалов возникает между ними. Пластина – большая, большая площадь инструмента, очень точечная, поэтому вся энергия концентрируется здесь. Биполярная коагуляция, когда оба электрода находятся на конце инструмента, и фактически разряд возникает прямо между ними. Это что означает? У вас свариваются сосуды. Вы их завариваете электрическим разрядом. Режим резания, режим коагуляции. Ты постепенно отрезаешь, чередуя эти режимы, ты просто удаляешь желчный пузырь с камнями. Вы же там не ножом режете, правильно? А именно электрическим разрядом, по сути. Электрическими разрядами, специальными инструментами раздвигаем. Потом клипатор есть. Если крупный сосуд, то электрический... То нельзя его пережать надо. То есть специальные клипсы. Значит, вы с помощью вот этого маленького отверстия, который трубочкой ваш манипулятор, вы можете обвести клипсу. То есть все рассчитано под это небольшое 5-10-мм отверстие. Абсолютно. И вы легко можете поменять насадку. Но теперь вы отрезаете пузырь. Ножницы. Нормальными механическими ножницами. Да, абсолютно. Просто отрезаем. Но у вас сразу кровотечение возникает, правильно? Ну, если аккуратно все делать, то... То нет, не сильно. Это, кстати, большое преимущество лопароскопической хирургии, в том числе в онкологии, что меньше кровопотеря. И дальше вам надо вытащить. Как это делается? Делается через тот же прокол. Ну, если это большая какая-то онкологическая операция, чуть расширяется на короткое время, но сейчас это специальный контейнер заводится в брюшную полость. Ну, вот камни как вынимаются? Заводится контейнер в брюшную полость. Ну, так я понимаю, по вашим словам, что эти операции уже, в общем, некто поточные, да? Лопароскопичные. Ну, именно желчные пузыри – это просто подавляющее большинство операций. Лопароскоп. За исключением каких-то крайне сложных случаев. Любой метод вообще влечения, любой метод лечения, в том числе лопароскопический, имеет какие-то ограничения. Всегда есть показания, противопоказания. Всегда есть целесообразность. А какие вот тогда? Давайте сейчас. Ну, для лопароскопического, если желчный пузырь, то иногда это острый холецистит в каких-то ситуациях. Хотя у нас сейчас опыт хирургов позволяет это делать. Но иногда это множественные приступы, когда образуются инфильтраты, нет возможности дифференцировать ткани надёжно. Поэтому иногда бывает необходимо сделать разрезы, чтобы сделать это безопасно. Но то, что касается желчного пузыря, это крайне редко происходит. И на сегодняшний день в мире, там, точно, если, наверное, весь мир взять больше 90%, а все ведущие клиники, там, 95-98%. Почему желчный пузырь удалить проще, чем оперировать поджелудочную железу, например? В чём специфика? Ну, специфика вообще есть для онкологии в целом, потому что онкология, она требует правильного удаления органов со всеми возможными местами метастазирования. Как правило, это больше объём, это работа в области крупных сосудов, где вероятность повреждений возникает больше и так далее. Но на сегодняшний день, помимо вот этой вот коагуляции, о которой мы говорили, у нас есть системы безопасной коагуляции, которая измеряет напряжение, которая отключается при опасности. У нас есть ультразвуковая коагуляция, которая минимально повреждает. То есть ультразвук как электричество работает тоже, да? Ультразвук, который также доставляется в зоне операции на тонком инструменте и позволяет прям прицельно, совершенно безопасно для окружающей ткани работать. Появились вот эти возможности обширных лимфоденектомий, то есть удаления лимфатических узлов, где теоретически могут быть метастазы. Для поджелудочной железы, в чём там сложность? На немецком языке одним словом, это вот в середине прошлого века, поджелудочная железа обозначалась как недоступной для операции орган. Она глубоко расположена, ткань её такая там, поскольку поджелудочная железа же, она нужна для того, чтобы переваривать. Ну там ещё вот есть функция там выработки инсулина, но вообще в ней вырабатываются ферменты, которые переваривают пищу. Поэтому любое повреждение, любое пересечение и последующее сшивание, оно опасно в том плане, потому что выделяются вот эти ферменты, они просто переваривают всё вокруг. Если так задуматься, то, конечно, прогресс совершенно бешеный на наших глазах за пару десятилетий, по факту. Потому что раньше это были разрезы огромные, нагноение было швов, там нитки надо было вытаскивать, Потом появились биосовместимые, биоразлагами нити. В общем, это целая была история. А сейчас маленькие дырочки, человек фактически пришёл, сделали операцию, у него ничего, значит, и наркоз другой, и по времени, и всё остальное. То есть, получается, малоинвазивные хирургические операции, по факту ведь так? Раньше были разрезы, сейчас в основном много проколов. Раньше были операции, сейчас это какие-то пункционные вмешательства, или лекарственное лечение, или лучевая терапия. То есть, это уход от операции. Но при этом раньше это было невозможно, если брать какие-то огромные хирургии. Сейчас мы делаем огромные объёмы операций, потому что понимаем, что эту опухоль можно соперировать, потому что она не будет прогрессировать с теми лекарствами, которые у нас на сегодняшний день есть. Идеология вообще просто медицинская меняется. Это вот на самом деле очень интересно. С одной стороны, смотрите, это как бы упрощение деятельности врача. Он уже становится придатком неким вот этого инструментария. С одной стороны, упрощение. А с другой стороны, наоборот, колоссальное ответственность, потому что он должен детально разбираться. Терапия, лекарства, такая. Стратегия поменялась, нужно поменять. А это уже... Вот получается так, что техника упростилась, она требует более простых людей с навыками. А стратегия изменилась, она требует мыслителей. Давайте перейдём теперь от лопроскопии к роботу да Винчи. Да? Шаг от просто лопроскопической малоинвративной операции к роботу. Для пациента это та же самая травма, минимальная через несколько проколов и так далее. Есть точно совершенно разница для хирурга, который оперирует, потому что некоторые вещи делать просто удобнее, поскольку там 3D-изображение, да, и есть уменьшение амплитуды движения, ты минимальное движение можешь... Ну, как бы ты ни двигался, там можешь его существенно менять. Да. До 40 раз, если я ничего не путаю, уменьшается амплитуд движения. Более прецизионная техника, да. И, кроме того, вот эта возможность на кончике инструмента иметь подвижность фактически... Всю полную, 360 градусов. Можно удобнее делать операции в каких-то узких пространствах. Вот почему он там активно развивается при удалении предстоятельности. Вот робот-довинч, он позволяет эти инструменты довести, и там очень удобно манипулировать. И кривое обучение, то, что вот используется понятие такое learning curve, сколько нужно операций, чтобы достичь совершенства. В роботе это доказано тоже более короткое для большинства операций. Большее количество людей за более короткий срок можно обучить малоинвазивным технологиям. Но это не приводит ли фактически к тому, что дальше, ну, вот хирург фактически становится не нужным? Вот для таких рутинных операций на автомате, значит, по сути... Нет, нет, не приводит. Робот-это инструмент в руках хирурга в любом случае. Это не самостоятельно мыслящее... Но, понимаете, ведь при каких-то классической стандартизованной операциях человек с более простыми, обычными навыками, ну, как бы, так сказать, лаборантскими, так я позволю себе сказать, может делать какие-то обычные операции. Ну, в этом плане, наверное, до какого-то высокого уровня можно обучить большее количество людей, но их надо же еще обучить стратегически мыслить. Нет, но я сейчас о другом говорю. Малоинвазивные операции, которые переходят к робототехнике, к роботизации, по сути приводят к тому, что высококвалифицированных врачей, может быть, становится меньше, потому что много обычных операций может делать уже человек, обученный работе на этом роботе. А вот людей, которые стратегически мыслят, да, как бы образовательные стратегии, понимают высокообразованные творческие люди, их тоже должно количество увеличить. Ну, скажем, человек один может смотреть, тот, кто хорошо, глубоко понимает, несколько экранов, и страховать тех людей, там, ну, молодых, еще что-то. То есть это тоже меняет поляну образовательную. Ну, здесь роботы, кстати, может быть, даже не первые в этом ряду. Меняют поляну очень сильно распространенность всех вот компьютерных томографов, МРТ, когда все-таки врач должен клинически мыслить. И вот чем наша школа отличалась всегда от российской, нас учили клиническому мышлению. Это вопрос образования. Это все равно технологии давят, а надо сохранять образование, школы, потому что все равно, это, конечно, в каких-то ситуациях ты можешь технически совершенно принять решение, это поможет человеку. Но все-таки медицина в этом плане такая человеческая специальность. Там надо видеть человека, понимать. Позитронно-эмиссионная томография сегодня является одним из самых эффективных методов диагностики онкозаболеваний. С ее помощью можно обнаружить такие скрытые патологические очаги, которые не выявляются при УЗИ или МРТ-исследованиях. Чтобы определить локализацию и распространенность раковых клеток используют радиофармпрепараты, которые вводят пациенту за несколько минут до процедуры. Это вещество, в котором радионуклид, то есть изотоп определенного элемента, встроен в биомолекулы, например, фрагменты белков или антител. Они находят пораженные клетки и высвечивают их радиометками. Самый подходящий препарат для этого 18F-фтор-дезоксиглюкоза, то есть соединение аналога глюкозы с радионуклидом фтор-18. Злокачественные опухоли активно накапливают глюкозу ввиду своего роста. И таким образом, благодаря этому процессу, мы можем отследить накопление дезоксиглюкозы внутри организма и определить патологические очаги, их локализацию и распределение. Один из крупнейших в России комплексов по производству радиофарм препаратов расположен в Центре развития ядерной медицины, который открыли на базе технопарка Курчатовский институт. Здесь находятся очень большие и такие серьезные установки, как, скажем, два циклотрона. Один циклотрон У-150, который уже давно достаточно работает. Второй циклотрон недавно относительно введен в эксплуатацию, который находится в этом здании. Плюс здесь находится атомный реактор ИРВ-8. Все эти установки, они работают на производство радиоизотопов. Технология масштабного производства радионуклидов в научных и медицинских целях разработана более полувека назад. С появлением нового оборудования ее усовершенствовали, но принцип остался прежним. В магнитном поле специальных установок циклотронов с помощью электродов ускоряют заряженные частицы, например, протоны или ионы. Дальше выводится из камеры пучок и попадает на мишень. То есть надо, соответственно, сделать мишень подходящего состава, подходящей конструкции. На ней происходят там какие-то ядерные реакции. Образуются те или иные радионуклиды. Дальше эта мишень берется, погружается, скажем, в контейнер, перевозится в радиохимическую лабораторию. В прошлом году ученые Национального исследовательского центра Курчатовский институт объявили о новом открытии. Разработан новый способ получения радионуклида терби-149 в достаточных для терапевтического применения количествах. Уникальность этого радионуклида в том, что он может одновременно и обнаружить, и уничтожить раковую опухоль. В настоящий момент уже начались доклинические исследования препарата на его основе. А уже в мае текущего года тот же научный коллектив разработал эффективный метод получения изотопов терби-152 для диагностики онкологических заболеваний. Ранее терби-152 можно было производить только в Церне, в Швейцарии. Теперь это можно делать и на обычном циклотроне в России. На самом деле медицина, бурно развивающаяся область, вот мы можем зафиксировать. Первое, просто резко, взрывным образом меняется. И хочу обратить внимание, что медицина резко поменялась, стала такой именно благодаря тому, что она стала высокотехнологичной. А высокотехнологичность ее связана с успехами физики, химии, биологии, то есть междисциплинарного пула основных наук, которые дали базу для такого прорыва в медицине. Теперь вторая вещь, которую мы можем четко зафиксировать. У нас в стране медицина находится на мировом уровне. И уровень врачей, и уровень диагностики, оборудование и хирургическое, и диагностическое, и любого другого тоже находится на очень высоком месте. И технологии генетические, и иммунотерапии, о чем вы говорили, масса вещей. И я думаю, что сейчас, вот благодаря правильной, так сказать, политике президента, действиям правительства, мы двигаемся в правильную сторону, на ускоренном уровне. Сегодня это становится массовой медициной. Любой, на самом деле, человек в любом месте может получить доступ к медицине. Для этого существует страховая система. Значит, страховая система, фактически, страховщик, чтобы не платить свои деньги зря, должен контролировать врача. Дальше возникает протокол. И протокол является очень важным. Он защищает неграмотного пациента, малограмотного, не понимающего ничего, от недобросовестного или неграмотного врача. И это правильно. Но в то же время протокол резко ограничивает человека думающего, творческого. И вот сейчас, мне кажется, что вот наш переход от нашей старой советской медицины, да, к современной, высокотехнологичной и основанной на, так сказать, страховых принципах, он ставит задачу сохранения вот этой творческой части, которая протоколом может перечеркнуть. Ну, это абсолютно правильно. Это сложный такой момент, который нужно очень правильно выстраивать. И вот на сегодняшний день у нас в этом плане стратегии тоже правильно выбрано. Потому что мы сейчас разрабатывают национальные клинические рекомендации, которые, по сути, являются протоколом, который нужно соблюдать. Но их разрабатывает профессиональная ассоциация, привлекая многие экспертов, которые все вот эти моменты понимают. И национальные клинические рекомендации делаются таким образом, чтобы предоставлять широту достаточную для того, чтобы принимать решения, для выбранных решений. Это крайне важно. Потому что, вот если вы ставите на американскую систему, то она выхолчена. Очень многое зависит еще от врача, вот от неравнодушности врача. Потому что это все-таки специальность, которой точно совершенно нужны протоколы, и нужно обязательно в соответствии с международными рекомендациями, из которых вот исходят национальные клинические, которые все время совершенствуются. Но все равно место для индивидуальных решений, для какого-то творчества, оно всегда остается. И здесь нужно просто врачу проявлять неравнодушие. Если там обоснованные какие-то действия, я думаю, что любая экспертиза подтвердит правильность решения, если оно обоснованное и правильно, даже если оно вразрез идет с какими-то там, может быть, правилами. Уверенность в завтрашнем дне. Игорь Ильич, спасибо большое. Я хочу еще раз поздравить нашего гостя, потому что помимо того, что это его праздник, праздник его, его коллег, это и повод гордиться нашей с вами страной и медициной, которая у нас есть. Спасибо большое. Еще раз поздравляю. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok